За новую жизнь! За новый Узбекистан! Под таким девизом в 52-х Махалях Алмалыка продолжается проведение духовно-просветительских мероприятий с охватом около 5 450 горожан, в числе которых активисты Махалей, представители предпринимательской, банковской деятельности, сферы образования, здравоохранения, а также неработающая молодежь и лица с ограниченными возможностями и многие другие горожане. Одно из таких мероприятий состоялось 11 января в средней общеобразовательной школе номер 2 для жителей Махали Абдуллы Абланей. Накануне Большого государственного праздника, Дня защитников Родины и 32-й годовщины со дня образования Вооруженных сил Республики Узбекистан, в душевной беседе с жителями Махали обсуждалась тема «Наша армия – хранительница мира». В мероприятии приняли участие представители городской группы пропагандистов просвещения, городского отдела культуры, городского отделения Республиканского центра духовности и просвещения, городского агентства по делам молодежи, городского отдела внутренних дел, городского управления по делам обороны, а также вокалист и поэт. Выступающие отмечали, какова роль Вооруженных сил Республики Узбекистан в обеспечении мира, стабильности и межнационального согласия в стране. Профессиональные навыки и репутация военнослужащих активно растут и проявляются в ходе международных соревнований, в которых с успехом участвуют представители оборонного ведомства. В нынешней крайне сложной ситуации в мире надежное обеспечение безопасности и интересов страны становится все более актуальной задачей. С учетом этого в стратегии «Узбекистан-2030» приоритетными направлениями определены вопросы обеспечения безопасности и территориальной целостности страны, мира и согласия в обществе, дальнейшего укрепления обороноспособности, развития вооруженных сил. В связи с этим в стране уделяется большое внимание повышению военно-научного и производственного потенциала Узбекистана, боеготовности вооруженных сил, обеспечению их современным вооружением и военной техникой, широкому внедрению в деятельность войск цифровых технологий. Сегодня наша армия выступает не только в качестве защитника рубежей отчизны, мира и спокойствия народа, но и как школа закалки характера военнослужащих, формирование их способности самостоятельно мыслить, физического и духовно-нравственного совершенствования. Одним словом, военная служба поистине становится школой воспитания мужества, стойкости и верного служения Родине. Прекрасным украшением духовно-просветительского мероприятия стало выступление артистов городского отдела культуры, исполнивших патриотические стихи и песни о Родине. Сен билан опекан хапкун байрандырпазым, сессіз бір онқолса бақпым келады, сені білгенлерге қылеман тазым, сені білмастарге рақпым келады.